АЛЛО, ЕДИНА ДИСПЕТЕРСКАЯ СЛУЖБА, СДРАСТВУЙТЕ У вас не работает лифт? По какому адресу? Город, улица? Такие вызовы Светлана получает уже 10 лет. Помощь людям считает своим предназначением. Сейчас она старший диспетчер нового центра. Маленький коллектив уже с большими победами. Буквально на днях у нас был в Одинцово пожар. И наши девочки очень хорошо среагировали. Вовремя был направлен экипаж. Освободили, потому что остановили механики и лифты. Освободили вовремя. Так что в этом плане у нас тоже все сотрудники очень активно, ответственно работают. Теперь в Одинцово работает единая диспетчерская служба. Круглосуточно принимают аварийные заявки 6 специалистов. Зона контроля, весь округ и не только. Звонки поступают еще из Подольска и Красногорска. На сегодняшний день у нас только лифтовое хозяйство задействовано в нашей диспетчерской. Где-то порядка 5000 лифтов. Прорвало трубу. Проблемы с электропроводкой или нет отопления. Коммунальные происшествия тоже готовы решать ЕДС. Задача масштабная – объединить локальные аварийные службы в единую. Официального открытия диспетчеры ждали несколько месяцев. Закупали оборудование и налаживали взаимодействие с жителями. На все это ушло полгода. Потом прокатали все свои возможности. Для того, чтобы выйти в свет, надо сделать генеральную репетицию. Мы ее провели, мы ее проводим уже несколько месяцев. На сегодняшний день мы уже готовы приступить к своим обязанностям прямым. Каждое рабочее место оснащено многоканальным телефоном. Рядом мониторы для приема заявок и заполнения электронного журнала. Специалисты уверены – служба готова к большему. Это очень важно, потому что до объединения других служб, именно вся информация сюда стекается. Это очень важно. Мы владеем всей информацией и, естественно, сразу реагируем. Увеличить штат и расширить возможности. Сейчас для ИДС в приоритете. Налаживание связей с представителями сферы ЖКХ уже в процессе. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...